Доброе утро! Мы сегодня проспали. У Тимки соляная пещера. Нам надо быть 8.15 в садике. А сейчас уже без 10.8, поэтому мы не успеваем. В общем, не буду торопиться. Ну, не пошли, не пошли. Неделю мы отходили. Я, знаете, ничего, никаких изменений не увидела. Честно. И более того, у Тимки вот здесь вот в глазах были вот эти, знаете, ну, как козявки, что ли. Вот я сделала быстренько тесто. Одно яйцо, один стакан муки и один стакан жидкости. Такие панкейки, по идее, должны быть. Все, попробуем. Решила не панкейки делать, а вот такие оладушки. Ну, сход в сковородке, конечно. Итак, либо утром, либо когда мы приходим после сада, будем пить цитросепт. Я про него рассказывала летом, и сейчас им пользуемся, потому что за окном осень. И вот сейчас день, и так мрачно приходится снимать у окна. Чтобы не цепляют в садике грибы и другие респираторные заболевания, в общем, я даю Тимке один раз в день одна капля на 1 кг веса и детям, и взрослым. Меня спрашивают про дозировку, но на самом деле вот здесь вот написано. Но, видимо, не на всех написано, поэтому одна капля на 1 кг веса. И эффект наступает где-то на 10-й день. Так, 15 кг весит Тимка, но учтите, она горькая, попробуйте сами. Я пробовала с ложечки давать, на меде давать, но сделаю вывод, я даю чуть-чуть водички, но сладкой, прям сладкой-сладкой. С медом или с сиропом топинамбура на этот раз у меня вообще просто с сахаром. Ему так пить это проще. И теперь несём это Тимке. Самому славному ребёнку! Будь здоров, котенок. Нашёл спрятанную печеньку. Аккуратно, ты в носках, с пользой. Можно две? Профилактика наше всё, она очень важна. Тем более, вы знаете, как я отношусь к прививкам, а особенно к прививкам от гриппа. Поэтому лучше вот натуральное средство, тем более профилактика натуральным средством. Я считаю, что это маст хэп очень особенно для детишек. Поддержать общий тонус организма, вот это снизить усталость, раздражительность. Вот это я уже про себя говорю. То есть, насколько это чувствуется. Потому что я вот взрослый пью горькое, но работает. И когда заболеваю, уже пью побольше чуть-чуть. А по поводу того, как часто принимаю, какими курсами. В сезон простуд. То есть, я начала давать осенью. В октябре я начала давать. И весь октябрь мы отходили на ура. Вообще, ни одного чиха, ни одного шмыга, ни одного носа. Ни у меня, ни у Тимки. Потому что сентябрь был тёплый. Я думаю, ну ладно, но всё-таки в сентябре были сопли. А в октябре начала давать, ничего не было. Плюс у нас, когда сезон, когда зима, вот этот предновогодний. И ещё, соответственно, весна. Ну, в общем, когда у вас сезон болячек, соплей, тогда и давайте. Села в машину. Еду Тимке за пижамой. Я ему обещала в садик принести новую пижаму. И он там попробует остаться сегодня на сон. А я его подожду в раздевалке. Посмотрим, как пройдёт. Я, в общем, еду за пижамой в ближайший торговый центр, потому что осталось времени очень мало. Посмотрим, что смогу найти. Плюс в садике жарко, нужна какая-нибудь футболка, шорты. Сейчас. Посмотрим. Желательно в рамках цены, в рамках разумного, чтобы были. Ну, и Тимке, чтобы понравилось. Нашла мазоке там всё с длинным рукавом, с длинными штинами. Зашла в фамилию, потому что у нас здесь рядом. Вообще, там ничего не идут. Никогда там ничего не могу найти, кроме вот Тимки, брюки на завтрашнее утренек. Нашла, покажу завтра. За 300 рублей, что ли. Пижаму надо найти. Вот я сейчас вспоминаю, время полдвенадцатого, что я не завтракала. И вот уже время обычное в одиннадцать завтраку, и пора уже. Надо что-то вот взять с собой полезное, перекусить. За 799 рублей я взяла в детском мире вот такую футболку, но со штанами. И он до 110-16, то есть он ему велик будет. Но я думаю, что он будет спать просто в футболке и в трусах. Вот так вот. И сразу отрезала этикетку. Чьяч патруль, кто ищет? В принципе, адекватная цена. В Next Direct не дешевле. Лаборатория бега Run Lab была. Там есть такая специальная беговая дорожка, камера, где они смотрят, как ты ставишь ногу. И потом тебе под это подбирают кроссовки. Я бы хотела очень посмотреть, но мне очень не хочется, чтобы мне впаривали после этого кроссовки. И как бы я должна их купить, а я сейчас не готова покупать кроссовки, потому что у меня мои есть. Приехала я в садик за Тимкой. Ну и пока, в общем, приехала в садик, расскажу вам про садик. У нас очень крутой садик. Он государственный. Он обычный государственный садик, который нас распределили в Осипе. О, еще-таки научилась выключать. Пошли мы с Тимкой в три с половиной года. Посреди года и куда нас распределили, был выбор два сада. Я поспрашивала, какой лучше у нас у мамочек во дворе. И на площадках я спрашивала, кто куда идет, кто где ходит. И, в общем, так и узнала, что сюда лучше идти, чем в тот другой, который нам предлагали. Муж очень ругался, что я вообще не пролоббировала сад, который у нас прямо во дворе. Но сейчас он подтверждает, что это было, в общем, хорошее решение, в общем-то. Потому что у нас билингвальная группа. У нас в саду есть соляная пещера, куда мы второй день не успеваем, потому что проспали 10 дней подряд. Кислородный коктейль. Ну, думаю, у всех есть бассейн, разные секции, очень лояльные к отсутствию прививок. То есть, естественно, нужно писать отказ, нужно собрать все бумажки, документы. Но тебя никто не тыкает, не прессингует, что ай-яй-яй, вы не делаете прививки, и вообще поэтому вы в сад не пойдете. Такого нет. Адекватная администрация, с которой можно договориться. Есть в саду психолог, с которым мы работали. Шикарно. Штаны супер длинные. На 116, ну не знаю, в общем, как они ему подойдут. Или в трусах отправлю спать. Сейчас посмотрим. При всем том, что я распиарила сад, я не могу сказать, что это за садик из соображений безопасности. Ну, не надо, чтобы все люди подряд знали, где учится конкретно мой сын. Я надеюсь, что вы понимаете и не обижаетесь. Все, выдала ему футболку. Иду домой долго, я так ждала, но мы дома с мамой стояли, трещали, знаете, минут 30, пока они покушают. Что-то сегодня поздно обед у них принесли. И все, я дала футболку. Он говорит, давай, мама, только мне что-нибудь Тобота подаришь. Говорит, только давай, мама, я посплю, а ты мне что-нибудь подаришь потом. Я говорю, ну ладно, сегодня подарю. Поэтому в 3 часа обратно пойду за ним. Только что в нашем саду встретила подписчица. Ходят лечить зубы тоже в Руденте, так же, как и мы. Про зубы я видео записывала уже много раз. Все, никак его не опубликую, не доведу до конца. Может быть, на этой недельке сделаю, не знаю. В общем, кому надо лечить зубы, очень рекомендую Руденте Китс, потому что мы там лечимся, Настя дала контакты, там они тоже лечат Герману зубы. В общем, все пошли по моим рекомендациям. И плюс на... Там, во-первых, первая консультация бесплатная. Можете обсудить, поговорите про лечение. И на лечение скидка по моему коду Анна Гэп. Вы придете, скажете, что вот у вас есть скидка по коду Анна Гэп, и вам дадут, по-моему, то ли 5, то ли 7 процентов, что очень круто, потому что лечение, все знают, что это, в общем, не дешевое удовольствие. Ну и очень классный подход к детям. Поэтому от души рекомендую. Мы уже практически все полечили. Осталось еще, правда, пару зубов удалить, но об этом я тоже по-поду расскажу. Все, иду за Тимкой. Зашла на почту, отправила посылочки. У меня была такая беда, посылки выигрышные, которые я отправляла. Они мне вернулись, потому что наша, именно моя почта, они меняли индекс. То есть как-то вот они сначала объединили, потом поменяли, что-то там было странное. И они из-за этого, типа, индекс отправителя неправильный, и отправляли, значит, назад мне все посылки. И в итоге у меня, те, кто у меня выиграл летом еще, там, соль, еще что-то, я отправляла это по несколько раз. Причем одна девочка там из Хабаровска, там это стоит немереное. Я говорю, ну, блин, почта, вы же должны предупреждать, что у вас там поменялось. Ну, бывает. В общем, только отправляю с лета, мне дико неудобно, но все отправляю. Поэтому кому кто-нибудь получил посылки, пишите. У меня девочка одна не отписалась, потому, которая выиграла набор конструктора. Конструктор детский. Он у меня до сих пор лежит и ждет победителя, когда она ответит. То есть она мне отписалась, но адрес так и не прислала. Не знаю, сколько он будет просыпаться. Будет полный, значит, нет. Я с собой взяла форму капуэры, иду с подзарядкой, потому что тоже не знаю, насколько я вышла. Вот, погодка. Прекрасно. Мне главное, чтобы было сухо. В общем, я в группе. Тимка поспал, шует, блин сидит. Вот там группа. Он знает, что я пришла и не несется ко мне. Это просто невероятно. Просто моему ребенку нужно чуть побольше времени, чем остальным, для того, чтобы привык, и для того, чтобы адаптироваться. И все происходит идеально. Первый сон. Не выспался. Кира, не выспался? А ты выспался? Да. Ты мой молодец. Тумечка, у тебя удобная кроватка. Уютная? И пижаму я вазу под подушку. Пижаму под подушку. Хорошая у тебя пижама? Да. С этим патрулем? Понравилось. Понравилось? Тебе не холодно в трусиках спать? Нет. Нет? Не холодно. Ну что, умничка. Хороша. Завтра папа пришел? Куда? В садик. В садик? Хорошо, я скажу. Хочу, чтобы я пришла. Нет, он не нервничает. Хочу, чтобы ты завтра пришла. Чтобы я пришла, чтобы папа не нервничал. Да? Ты мой усиленный скорость. Пожалуйста. Я обязательно приду. Обязательно на концерт пойдем вместе. Спасибо, 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 спасибо. А у меня есть сомные брюки? Конечно. И белая рубашка. И бабочка. Нет, мне нужны еще ботинки. Утка нельзя махать. И бед нельзя болеть. Поняла. Ни в бакилах, ни в ботинках. Сменный отдых? Нет, нет. И не в сапогах. В туфлях. В туфлях. Хорошо, я оденусь очень красиво на твой утренний. Туфли возьму с собой. Договорились. И ручкой нельзя махать. И ручкой не будет. Тебе нельзя махать ручкой. Нет. Тебе нельзя. Мне нельзя тебе махать. Нет, мне нельзя тебе махать. И мне тоже нельзя. Нет. Короче, мы не махим друг друга. Только мне. А, все, я поняла. Тут от детеней нельзя. Побежали, мы приехали на Капуэру. Капуэрис. Капуэрис. Багажник. А можно что-то прикрепить? Да, багажник можно. А что? Только багажник. Мы его дома оставили. Багажник на ноги и на крышку. Мы дома пришли с Капуэрис. Пошли к соседям. Я у них взяла мышку. И Тимку там же оставила. Ну, как бы не специально. Там тоже его друг они играют. Круто, в общем, когда соседи выручают. Первый раз так получилось, что я... Ну, я просто спустилась, поднялась и все. И обратно с Тимкой. Ну, а он у меня уже абсолютно спокойно. Мама, иди сходи. Я тут побуду. Это Тимке нужен. Сегодня сосиски, макароны, капуста, огурцы. Это можно уже курица запеченная, огурцы, макарошки. Просто, быстро. Скажи. И собаки дать сегодня. Все. Пошла гулять с Дексером, забрала котик из машины. Вы снова со мной. Смотрите, что мы сделали с Тимкиной кроваткой. Мне моя подписчица подарила. Это вот у тебя вместо ночника теперь такая красота. Смотри, как волшебно. Здорово. Класс. Их девять десять. Вау. Проблемы блогеров. Ночной монтаж. Время час ночи. Завтра встал апсиметра. Я только не хотела монтировать мировые мамы на три мамы. Очень крутой влог, девочки. Кто любил влоги из Майами, вы кайфанете. Девчонки обалденные. У нас США, Германия, Таиланд. Три мамы в одном видео будут показывать свою жизнь. Вот такие вот крутые девчонки. Мне они дико все нравятся. У них есть свои каналы, свои социальные сети. Поэтому на них тоже подписывайтесь. Но, конечно, на три мамы. Я продюсер. Я буду пиарить. Вот. И в час ночи я, в общем, развешиваю штаники. Так и не поужинала я, кстати, нормально. Что-то там перекусила. Уже даже не помню, что. И когда я буду монтировать эту неделю влогов, я даже не знаю. Вы наверняка увидите по дате, которую я напишу или не напишу. Своим каналом я тоже очень хочу заняться. Просто хотя бы для того, чтобы быть на связи. Потому что, когда пытаешься сделать только самое лучшее, что-нибудь срывается, вот как сегодня. Или я забываю фотик. Или я забываю что-то заснять. Или я выгляжу как-то не так. И поэтому все завтра-завтра-завтра. И это завтра никогда не наступает. Поэтому очень рада тем, кто со мной. Будем с вами жить в формате лайф. Я постараюсь вам давать какую-то мотивацию, какие-то мысли для размышления. Но в основном это будет просто о том, что я делаю, зачем я это делаю. Все. На сегодня все. Надо будет писать конечную подводку. Я всегда желаю с вами прощаться. Кто-то смотрел это видео до конца, вы прям герои. Спасибо. Спасибо за лайки, комментарии. Мне это действительно очень важно. Я все-все-все читаю. На ночь, утром я это все читаю. И вы мне нереально поднимаете настроение. Создаете мне мотивацию, позитив на весь день. Обнимаю. Спокойной ночи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok